Приветствую, друзья! Телеканал «Россия» в ответ на фильм про дворец сделал свой. Про Ёршик из квартиры, в которой Навальный жил в Германии. Ёршик на месте. Блестит. Понятно, для многих и обычная квартира – это недостижимая мечта. Тем не менее, это обычная квартира. Но, правда, только для Германии. В такой квартире мог бы жить каждый россиянин, если бы Путин не строил себе дворцы по 100 миллиардов. История с дворцом Путина в Геленджике стала для Кремля большой проблемой. Еще большей проблемой стала идиотская реакция самого Путина на этот сюжет. Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. А уж запоздалое заявление Ротенберга про то, что дворец принадлежит ему, и вовсе стало темой для нескончаемых шуток. Ну, мне лично больше всего понравилась шутка про Вовочку. Учитель спрашивает у класса, какая настоящая фамилия Ленина? Ну, все отвечают – Ульянов. А у Сталина? Некоторые знают – Джугашвили. А у Путина, спрашивает он, класс молчит. И только Вовочка растеряна. Неужели Ротенберг? Чтобы перебить эффект от такого разоблачения, требуется как минимум еще раз провернуть историю с Крым-Наш. Извините, не получится. Там еще один путинский дворец. Новое направление мыслей путинской обслуги относительно того, как решить эти проблемы, можно понять из утечек. Агентство Reuters сообщило, что для купирования протестов Путин планирует выделить 500 миллиардов рублей на социальные нужды. Песков эту публикацию опроверг. Но сделал это в такой форме, что непонятно, что он, собственно говоря, опроверг. То ли планы по выделению денег на нужды для населения, то ли что целью этого является купирование протестов. Как бы то ни было, идеи властей понятны. Дворец Путина вовсе не Путина и даже не Кабаева, а у Навального у самого есть ёршик и, ну ладно, тузик населения в смысле, держи подачку. Ничего себе подачка, скажете вы, целые 500 миллиардов. Как мы теперь знаем, строительство путинского дворца обошлось как минимум в 100 миллиардов, а скорее даже больше. То есть обсуждаемая помощь всем гражданам страны лишь в 5 раз больше стоимости строительства дворца Путина. Еще раз, просто зафиксируйте для себя масштабы. Бюджет у страны один Путин стоит как 30 миллионов граждан. Но может быть мы все-таки что-то не знаем? Может быть на решение проблем населения планируется выделить больше денег? Только вряд ли сильно больше. Ведь денег у страны не так много, потому что на самом деле Путин стоил нам с вами гораздо дороже. Не 100 миллиардов, а более 70 триллионов рублей. Посмотрите на этот график. Он очень важен для понимания происходящего в стране. В 2000 году Путин приходит к власти. Следующие 8 лет, два его первых президентских срока, валовый внутренний продукт растет средними темпами 7% в год. Что в принципе нормально для посткризисного развития на фоне роста цен на нефть. В 2008 году случается мировой экономический кризис, а в 2009 ВВП падает на 8%. В 2010 рост вместе с мировой экономикой немного восстанавливается, хотя и не достигает докризисных величин. А дальше начинается удивительное. Экономический рост начинает затухать и постепенно приходит к ситуации около нуля. То есть какой-то рост вроде есть, но отличить его от приписок и небольшой манипуляции статистикой уже невозможно. Почему я называю это удивительным? Сейчас я вам покажу еще одну табличку, и вы все поймете. Вот это график изменения цены на нефть на мировом рынке. Обратите внимание на отрезок с 2000 по 2008 год. Видите, как растет цена на нефть? И такая цена находит свое отражение в среднегодовом росте российской экономики. Помните, в среднем 7% роста в год. Нормальные темпы. В 2008 году случается мировой экономический кризис. Цена на нефть резко падает, как и российская экономика. Хотя я тут должен отметить, что в кризисный 2008 год нефть упала всего до 62 долларов за баррель. Цены, которые нам во времена ЮКОСа и не снилось. 20 долларов за баррель – это замечательно. Как бы то ни было. В 2011 году цена на нефть не просто восстанавливается, а пробивает все рекорды. 111 долларов за баррель. А что же экономика? Скромные 4% роста. На самом деле, самая наглядная ситуация складывается в 2013 году. Нефть стоит сумасшедшие 109 долларов за баррель. А российская экономика показывает рост меньше 2% в год. Замечу, это 2013 год. Еще до Крыма, до санкций. Так что на санкции ничего свалить не удастся. В чем же причина? Что случилось в районе 2008-2010 года? Что так подкосило нашу экономику? И вот тут мы возвращаемся к путинскому дворцу. Было в Шамаловом сформулировано условие, что 35% от этих поставок необходимо, как говорится, сохранить. И потом нам говорят, надо все свернуть. Надо все... Ну, вот это был кризис 2008 года. Нужно все свернуть, все закрыть, потому что на дворец не хватает денег. Отгадка простая. В кризис 2008 года Путина накрывает паника, что он не успеет достаточно украсть. А он же не один. Окружение-то берет пример и тянет себе тоже миллиарды. Аппетиты требуют перестройки всей экономики, уже недостаточно переданных друзьям госкомпаний. Идет раздача господрядов в нужные руки. Попустительство при злоупотреблении. Идет последовательное вытеснение всего того, что не выходит доить. 100 миллиардов на очередной дворец – это мелочи по сравнению с тем, какой ущерб будет нанесен экономике просто для того, чтобы создать ситуацию, при которой такое воровство стало возможным. Вот этот ущерб экономике и есть та цена, которую мы как общество платим за дворец Путина. Какая-то сумма, как ее посчитать? Ну, несколько последних графиков и больше не буду сегодня мучить вас цифрами. Как мы с вами видели, до 2008 года ВВП нашей страны рос средними темпами 7% в год. Ну, это нормальные темпы. Конечно, и в этот период Путин с дружками воровали, но, видимо, в пределах разумного. А вот с 2010 года экономика страны стала целиком подчинена идее путинского личного, ну, его друзей обогащения, символом которого стал дворец в Геленджике. А теперь от процентов перейдем к деньгам. С 2010 по 2020 год ВВП России вырос с 60 до 106 триллионов рублей. Конечно, этот рост включает инфляцию, но сейчас это не так важно. Если бы экономику не отдали на растерзание дружкам Путина, то мы можем предположить, что и рост бы держался на уровне 7% в год. В этом случае рост ВВП с 2010 по 2020 год был бы с 60 до 180 триллионов рублей. Вот разница между этими графиками и есть та цена, которую мы заплатили за путинский дворец. И эта разница более 70 триллионов рублей. Я сам был в шоке, когда посчитал. Более 70 триллионов рублей стоило нам строительство путинского дворца. Более 70 триллионов рублей и потерянное для страны десятилетие. Вот цена путинской жадности. Это еще не окончательная цена. Мы продолжаем ее платить. И будем платить до тех пор, пока Путин остается у власти. Не забывайте об этом. Когда принимаете для себя решение, принимать ли участие в акциях протеста или за кого голосовать на выборах. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте оповещения о выходе моих новых видео. Счастливо вам!